Здравствуйте! Я пришёл найти свою вторую половинку, и в этом мне помогут папа Константин и друг Александр. Иван, 23 года. Его первая возлюбленная вела разгульный образ жизни, вторая ему изменила, а третья перестала возбуждать. Готов к новым отношениям, но только с серьёзной девушкой. Иван – менеджер по развитию медицинского бизнеса, любит спорт, занимается единоборством и пауэрлифтингом. Своими руками может собрать автомобиль и хорошо готовит. Мечтает о яркой молодости и благополучной старости. Иван не верит в дружбу между мужчиной и женщиной, ему не нравятся эпатажные девушки с ярким макияжем. Женится на образованной хозяюшке, которая будет разделять его спортивные интересы. 23 года и уже жениться собрался. Не рановато, нет? Я считаю, что нет. В принципе, я не ставлю строгой цели жениться перед собой. Может, семья на вас давит уже? Конечно, нет, никак не давит. Конечная цель в знакомстве с девушкой, я считаю, так заложена природой и, в принципе, устоями жизни. Конечно, конечная цель – это брак, создание семьи, рождение детей, продолжение рода и так далее. Молодец, правильно все говорите. Кто эти ценности вложил в вас? Ну, воспитание родителей плюс свой жизненный опыт. 23 года, он уже хочет семью. Наверное, состоялся то, что он говорит, бизнес у него. Вы приехали в Москву десятилетним ребенком, да? Помладше даже. Потому что мама после окончания в ГИК работала на Ялтинской киностудии. Когда все это закрылось, вы вернулись в Москву? Да. А папу своего родного не видели никогда? Нет. А Константин, вы воспитывали вместе с мамой Ивана года два, да, его? Удивительное дело. То есть после развода вы все равно близкие люди, и вы называете Константина папой? Да, мы сдружились, общались. Константин стал мне родным отцом. Браво, просто браво. Костя, а у вас есть сейчас семья? Нет. Нет, да? Мы продолжаем поддерживать отношения. А почему расстались с мамой Ивана? Ну, мы еще не совсем расстались. Может быть, еще и... А, он пришел с родными, значит, для него очень серьезно. У Вани были отношения, но все-таки девчонки непутевые попадались. Вот первая, я знаю, девушка такая серьезная, вы вот занимаетесь с Константином спортом, да? А она любила гульнуть, так? Да, она любила гульнуть, выпить. В принципе, в каком-то возрасте я тоже мог себе позволить, когда не было серьезных каких-то целей в жизни, не было серьезной работы, обучения, спорта. Мог себе позволить гульнуть, выпить. Но потом, когда стал более четко расстрелять приоритеты в жизни, все поменялось. Ну, хорошо. А девчонку на путь правильный, так сказать, повернуть и сказать, плохо это то, что ты выпиваешь. Не надо. Или она еще что-то себе позволяла по пьянке? Нет, в принципе, не позволяла, но... Как так сложилось, надоело просто. Частенько прикладывалась, да? Очень. То есть не понимала, что можно без бутылки общаться? Ну, да, в принципе. Спасибо вам уже сколько. Ну, ему повезло, Кристина у нас не пьет. Да, да. А вторая? Вторая девушка, в принципе, вела нормальный образ жизни, но... Это та, которая милиционером работает? Да, но в связи с работой я решил, что больше не будет у меня связей с женщинами. Да ладно, всегда найдется мужской коллектив. У нас тоже здесь девчонки работают, считай, в мужском коллективе. Но все-таки некое разбавление есть, а там прям сто к одному. А зачем вы рылись в ее телефоне? Ну, потому что были подозрения. Ну, вот давайте вот так. Вот как? Она пришла, вдруг такая тоже, мужской парфюм от нее, и она такая тихая, задумчивая. Что, что? Нет, ну, слишком часто и звонки, и смс-ки неизвестно от кого-то. Правильно, выезжай на задание. Ты посмотришь сериалы, там никакой личной жизни у них. Ну, это сериалы, это кино, а так есть же график, есть же рабочее, нерабочее время. Ну, вы хоть смотрели-то смс-ки, чего написано-то было? Я бы не сказал, что я прям копался в телефонах. Ну, хорошо. Просто бывает лежит телефон, засветился. Да. Что? Вот, например, одна из смс-ок. Привет, как дела, прогуляемся вечером. Привет, почему не отвечаешь? Ага. Предложение прогуляться, встретиться. А вы? Ну, я ревновал, я брал телефон, звонил, общался. А вы бы сказали, что у нее есть парень. Он звонил даже. И что на том конце провода? Ну, по-разному, разные ситуации были. Были ситуации, когда по-мужски друг друга понимали. А девушка как относилась к вашему выяснению отношений? Ешь с ними работать? Ну, вот в этом мы и уперлись в итоге. Потому что девушка не хотела портить отношения с коллегами. Вань, честно, и что вы хотите, чтобы она ушла с работы? Да. И открыла педикюрный кабинет, да? Ну, это не женская работа. Не доверял, получается, мне. А вы бы ей что взамен предложили? Чем бы она занималась? Ваше представление? Можно было бы получить образование, заниматься другими видами деятельности. А если это была ее мечта? Почему вы думаете, мужчина только о себе? А если это ей нравится? Кость, а вы попробовали вставить правильно мозги? Ну, она его очень любила. Ну, дурак, Ваня. Ну, что это? Просто не подошли друг к другу и расстались. Ну, что не подошли друг к другу? Просто от ревности сходил с ума, правда, Кость, на голом месте? Не на голом месте. Ну, а вы, говорите, любила его? Ну, любила. Наивная была, отказать не могла. Никому. Хорошо. Прямо в таком смысле? Нет, ну, не в половом смысле, не в сексуальном. В плане, не могла сказать строго нет. В половом-то ваше первое. А что правильно? Ничего он ей не предлагал. Замуж не звал. И чего, пускай поклонники. Мужчины никогда на одинокую женщину не приходят. На очередь приходят. Вот правильно ходил, пока нет, вон, колечко. А третий? Ну, в 19-20 лет замуж звать-то не очень. А, значит, как вот спать, это нормально, а вот как замуж звать, это еще рано. Как спать, диктовать, какую ей профессию выбрать. Я не диктовал, прошу обращать внимание. А вот третья девушка, которая вам вот прям была бе-бе-бе, всем нравилась, только спать с ней не хотела? Ну, просто сначала была любовь, были отношения, были чувства, а потом охладел. А вот поделитесь, почему мужчина вдруг раз и охладевает к своей любимой? Что было? Не знаю, часто такое бывает, когда девушка становится больше, чем девушкой. И она становится больше другом, чем девушкой. Начинаешь играть, как-то с ней беситься, скажем, веселиться. А она, говорит, лучше пошел мусор на ведро вынес, да? Нет, наоборот, это взаимно. Начинаешь играть с ней, веселиться как-то, проводить время, и начинаешь смотреть уже как на друга. У меня до сих пор даже, я сказал бы, что очень теплые чувства к этому человеку, но они исключительно платонические. А что делать женщине для того, чтобы пыл мужской не пропал? Вот это вот желание в лечении. Оставаться женственной, желанной. Ты знаешь, Лариса, вот я, вот у меня все время тоже этот вопрос беспокоил. Значит, я вас правильно поняла? А если, как девушка вдруг превращается, то есть она становится такой приветливой, интересной, вы там веселитесь, вы не стесняетесь, ну как другу все, и душу откроешь, и скажешь то, что думаешь. А вот если девушка там, когда уже доходит до этой границы, начинает капризничать, не брать трубку, ну вот не стерить даже где-то. Вот тут с ней не подружишь, тут надо что-то проявлять. Правильно я понимаю? И тогда она остается уже, переходит как женщина, которую можно уже замуж предложить. Не совсем. Я вот не могу урегулировать эту границу. Главное, что вот искра возникла. У тебя есть к нему вот влечение какое-то? Мне понравилось? Внешне, да, пока что внешне мне нравится. Мне нравится, как он говорит, очень грамотно. Я вам просто хочу открыть глаза. Ну что ты когда-то не так сказала, она не так посмотрела, не так пахла, не то шепнула на ухо. Это все у вас, у молодых, проходит в один день. Поверьте мне, пройдет с десяток лет, и ничего ценнее, чем в женщине, которую вы будете любить, которая вам родит детей, она еще будет вашим другом. Нет ничего ценнее на свете вообще. Это сегодня, когда вам кажется, что на первом, втором и третьем месте секс, гормон. И вот это нормально, потому что всему свое время. Было бы странно, если бы вы сегодня рассуждали, как я. Поэтому время ваше еще не пришло ценить дружеские отношения. Я с вами согласен. Поэтому, Иван, давайте сейчас, ребятки, все как-то мы сосредоточимся. Женщины уже бьют там каблучком, хотят сюда, за Ваньку бороться. Будем внимательны, задавать правильные вопросы. В чем спишь, голая или в шортиках? Когда моешься в душе, напиваешь, дверь закрываешь с собой или нет? Ну, в общем, все эти дела. Похрапываешь ли ты, дорогая? Ну, в общем-то, вы меня поняли. Сегодня уже имейте представление о единственной, с которой хотелось бы прожить долго и счастливо? По большому счету, да. Опишите. Серьезная девушка, образованная, которая может рассказать мне что-нибудь интересное. может быть, научить меня, чтобы не была игра в одни ворота. Которая думает о своем образовании, о карьере. Должна ли она разделять с вами вот такую любовь к залу спортивному? Она не должна вставать между мной и моими увлечениями. Лишь бы он не запретил мне заниматься тем, чем я занимаюсь, да. Это там конкурсы красоты, показы, фотосессии. Роза? Ну, что говорит 23 года парню-то? Не факт, что и сегодня-то женится. Созрел, созрел, видно. Да, но вот про себя подумала. Думаю, ну вот по описанию сказочной героини-то кто подходит? Значит, у вас такой комплект. Шехерезата, который будет учить, ну, тысяча одну ночь-то. Это ж какой надо ум уметь, какое образование. Так, на минуточку. Ну и умеет слушать. Василиса прекрасная. Это вот такая, как домовитость, да. То есть раз махнула, хоп, уже все убралось. Второй раз махнула, раз уже постель постелена. Ну, такая прям волшебница. А вот красоту, думала-думала, кто же под красоту-то подойдет? Ну, может быть, царица какая-нибудь Цавская. Царица Цавская была с волосатыми кривыми ногами. Ой, ну не знаю. К чему говорю, Ванечка? Комплект не получите. Либо Шехерезата, либо Василиса, либо Василиса, либо вот красота. Ваша ревность не погаснет никогда. Вы будете ревновать всю жизнь. Да не факт, что и попозже ревнится. Можно первый раз попробовать. Почему вы так в себе не уверены? Вы здоровый, симпатичный, интересный мужчина. Поэтому девушка вам нужна такая, которая будет прекрасной для всех, но для нее будет прекрасной только один – вы. Она вам так должна в голову и в мозг влезть. И вы так должны быть уверены, что кроме вас никого нет. Она должна быть абсолютно изолирована от всех. Поэтому у нее должна быть женская профессия, учительница начальных классов, медсестричка. Чтобы вам не давать повода. Но вы себя не распускаете, потому что есть ревнивцы, которые без повода себя разрушают и разрушают все вокруг. У нас слишком много примеров. Поэтому берите себя в руки, Вань. У вас есть все для того, чтобы вас любили. Но вы как-то немножко тоже разожмитесь. У меня вполне умеренно все. Но мой характер – это мой характер. Я думаю, что… Надо корректировать. Жизнь для этого дана. Корректируйте что-то в себе, иначе беда. Нужно искать подходящую половинку. В Иване есть себелюбие, но нет агрессии. Поэтому я думаю, что наша героиня вне опасности. Я вам советую, когда программа уже закончится, изучить хорошенько биографию Арнольда Шварценеггера. Особенно в том, что касается личной жизни. Потому что у вас с ним одинаковые показатели. Вам нужна женщина одного типа. Это чувствительная хозяюшка. Женщина, которая будет достаточно эмоциональной, покладистой, мягкой, послушной, но в то же время такой очень упорядоченной. Супруга прожила с ним много лет, родила ему четверых детей. Сухотка, с тонкими поджатыми губками, такая вся сморщенная. Лариса, на самом деле, она такой была не всегда. Просто сейчас уже возраст, нужно понимать. И в молодости посмотрели. Она отдала ему лучшие годы жизни и была все время его тенью, при том, что она сама из клана Кеннеди. Но она не стала терпеть его загулов. И когда он ей сообщал о том, что у него ребенок родился с их домработниц, наверное, он от нее ожидал той же послушности, какой видел 20 лет. Но, однако же, нет. И ушла, и развод. И четверо детей не удержали. Поэтому будьте хозяином положения. Вы можете от женщины ожидать мягкости, но не всепрощения. Вот, собственно. Постоять в девушках это увидеть. Только они уже опять договорились, и они опять вместе. И он ей не сообщал о рождении ребенка. Стукнули, говорит, приехали гости на шашлычки, говорит, Арни, ну-ка иди сюда. А кто это там бегает? Такое прямо одно лицо с тобой. Не твой ли он сынишка? Ну, хоть и стукнули даже. Обалдела. Но, однако же, она не стала терпеть. Ларис. После рекламы невесты попытаются проявить свое искусство обольщения? Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в гостях Иван. Встречайте первую невесту. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слишком вызывающий. А мне понравилось. Хорошенько. Добрый день. Да, здравствуйте, Наталья. С кем вы? Я пришла со своими друзьями Илья и Диана. Очень приятно. Давайте вас посмотрим. Добрый день. Вы из какой семьи? Мой отец работает огранщиком алмазов-бриллианты, а мать домохозяйка. Еще есть у меня старшая сестра. И попугай-лимон. Где они? Они живут в Беларуси, потому что я сама родом из Беларуси. Там я закончила университет, а уже впоследствии переехала в Россию. Вы живете в Питере или жили там? Я жила в Петербурге, но я часто приезжала в Москву, вот к друзьям своим приезжала, и в итоге я переехала в Москву. И сейчас чем здесь занимаетесь? Работаю помощником генерального директора в компании. Нет, ну девушка милая. Милая, милая девушка. Но мне кажется, что ему нужна более такая серьезная девушка. Молодец, что занимаетесь собой, ведете здоровый образ жизни, танцуете. Ну а когда с ним? Как так получилось, что молодого человека осводил за нос? Относился как-то очень странно. Не знаю, как так получилось. Отношения постепенно развивались, но в какой-то момент, когда мне показалось, что он боялся, что я его буду контролировать. Но у меня... Наташа, просто многие девчонки фантазируют. Они считают себя чьей-то девушкой, а тот парень, чьей девушкой они себя считают, не в курсе. Так часто бывает. И у него параллельно еще 2-3. Если вы вместе не жили, встречались там раз в неделю после работы кофе-ку попить, то, может быть, у него их было много. Поэтому он вам забывал отзвониться, например, договаривался о чем-то. Дело в том, что он мне звонил, бывало по несколько раз за день, интересовался. А потом пропадал. А потом пропадал на 2 дня. Когда я пыталась ему позвонить и спросить, ну, я не давила на него ни в коем случае. Я просто звонила, а как у тебя дела? Вот где ты был, да? Как-то так аккуратненько старалась спросить. То он, в принципе, он мне отвечал, но я так понимала, что позиция у него была, я вот занят, позвоню тогда, когда я буду свободнее. То есть человек просто был взрослый, с устоявшимися какими-то уже принципами, мнениями. Поэтому он... Просто он вас не хотел. Нет, почему? Он просто хотел держать нити управления ситуацией в своих руках. Ну, не хочется говорить девушке по вызову, это будет совершенно неприменимо к ситуации. Но просто захотел, она появилась как джин из бутылки. У меня немножко другая ситуация была. Мы встречались не один раз в неделю, мы встречались несколько раз в неделю. Я не могу сказать, что я сразу решила, вот это мой парень, и у меня с ним серьезные отношения. Он мне нравился, у нас был очень длительный конфетно-букетный период. А длительный, сколько по времени? Около трех месяцев. Мы просто общались. А сейчас не знаете, что с ним? Сейчас нет. На самом деле, когда мы уже... Я для себя поняла, и он, наверное, тоже, что у нас уже больше видеться не будем, мы просто перестали общаться. Я думаю, что это ни к чему. Если уже это прошлое, то оно прошлое. Зачем останавливать поезд, который уже ушел? Ясно. Ну, вы девушка в самом таком соку, 24 года, замуж пора выходить. Не смущает, что Иван на год помладше? Мне не важен возраст мужа, абсолютно не важно. Главное, чтобы... То ощущение, которое у нас будет, когда мы вместе, наши отношения. Смотрите, Иван ревнивый, вы тоже. Я... Я не могу сказать, что я очень ревнивый человек. Василиса как-то на него смотрела, сейчас он... Нет, вы правда не чудовищно ревнивый. Я с вами тут готова согласиться. Так, чуть-чуть, да? Мне кажется, что когда люди нравятся друг другу, когда есть влюбленность, любовь, то они могут на что-то закрыть глаза. Главное, мужчина, который рядом. Главное, это чисто. Вы любите готовить? Я готовлю, да. А какое любимое блюдо, которое вы готовите? Я больше всего люблю готовить сладкое. Торты, пирожные, пироги. У меня, наверное, самое макаронное блюдо, вот это торт пьяная вишня. А колдуны, драники? Тоже у меня делать. Просто мужчины, которые занимаются усиленно спортом и обращают много внимания на свое тело, у них определенная диета. Поэтому вам придется, наверное, да? Вы к этому спросили? Ну, да. Да? Потому что пирожные-то ему не показывают. Материальный достаток мужа вам важен или нет? Я могу сказать так, что если мой муж будет молод и целеустремлен, главное, чтобы он был целеустремлен. А как его значит, что он целеустремлен? Он вам... Вот целеустремлен, это что? Когда он вам все время говорит о том, что вот я буду генеральным директором Газпрома. Или он будет... Нет, целеустремлен, это тот, кто зарабатывает деньги, откладывает на квартиру. Это целеустремлен. А тот, кто зарабатывает и по клубам, их прошарашивает, тот не целеустремленный. Какой ваш? Он... Я не любитель, если честно, ночных клубов. Не знаю, вам любитель или нет. Я послушала, что нет, он тоже как-то больше... Крайне негативно. Да, и вот ведет здоровый образ жизни, как и я, я также не употребляю алкоголь, не курю. И для меня важно, чтобы наши цели, возможно, совпадали. А ваша цель какая? Цель у нее же сняться в фильме в Голливуде. Вы приехали в Москву, тут квартиру бы надо приобрести. Нет. Как вы думаете? Я не уверена, что я хочу в Москве квартиру. А, хорошо. А где хотите? Хотела бы дом за границей. За границей? Где? Я пока на данный момент рассматриваю Америку. Ну, он угадал нас. Нет, я не хочу уезжать из России сразу. Но это глобальная цель. А локальная цель, конечно, не к нему. А почему? Вы получаете что-то еще больше и больше. Меня ранит просто то, что сегодня молодые люди все хотят уехать из страны. Вы что здесь надорвались, разочаровались? Что вам мешает здесь построить город Солнца? Что мешает? Если есть возможность пробовать жить в других городах и странах, я думаю, нужно использовать эту возможность. Пока ты молод, пока... А как вам такая жена-патриотка? В Америку, кстати, хотите? Нет, не хочу. Я вот соглашусь с Ларисой в данной позиции, потому что я считаю, что ехать в чужую страну на заработки, ну, я не рассматриваю чужой страной Украину или Белоруссию. В принципе, все практически на одном языке разговариваем, все наши. Особенно Белоруссию хочу отметить, обожаю ездить туда отдыхать. А вести вот то, что тебе здесь дали, знания, не знаю, вырастили тебя, все равно на чем-то вы воспитаны, но на чужую сторонку, чтобы все лучшее, что у вас есть, отдать непонятно кому, ну, вам жить и вам рассуждать. Не обязательно там жить. Можно ведь иметь там какую-то недвижимость и приезжать и жить в России. А сюрприз покажете? Да, конечно. Я хочу рассказать о том, какой я могу быть. Умею и люблю быть разной. Домашней, скромной, смешной, капризной, дерзкой, нежной, страстной, загадочной и роковой. Хозяюшка я то, что надо. Люблю готовить иногда. Жена такая ведь награда. Тебя я накормлю всегда. Когда такой быть станет скучным, захочется что-то менять, я стану дерзкой. Искусно тебя я буду соблазнять. С тобой я буду я строптивой. Меня не просто укрытить. Я стану кошкой игривой. Смогу царапнуть, укусить. Когда приблизишься ко мне, ты сможешь меня завоевать. Под ритм сальса и бачата тебе я буду танцевать. Со мной будет интересно. Придумывать не устаю. Тебе признаюсь, если честно, I wanna be loved by you. Спасибо. Молодец, подготовилась. Проходите в свою комнату. Всё, у меня нет слов. Что? Как-то меня так приняли немножко. Мне кажется, всё нормально. Штыки. Константин и Александр, вам понравилась Наталья? Наталья понравилась. Но, по-моему, у неё приоритет карьера, а не семья. Да, с такими перспективами, я думаю, у неё просто не будет время на домашние дела. У неё стремление... Он считает повеситься на шею мужчине для того, чтобы он обеспечивал её. Понимаете? У неё другая достойная цель. Нормально жить. В Америке как-то за счёт мужчины, я так думаю. У неё там родственников нет. Ну вот почему они сразу решили, что мне нужен за счёт мужчины жить? Это полная ерунда. Никогда такого не делала. Я считаю, что в 22 года, в 23, в 24 нормально делать карьеру. Это не должно смущать. Через какое-то время ориентиры сменятся. Ну я же сказала, что я могу быть хозяйственной, люблю готовиться. Что бы понравилось в Наталье? Ваш тип? Хорошая девушка. Нужно смотреть, общаться, думать. Ура! Это победа. Хорошая девушка. Как женщина мечтает опереться на своего супруга, но так и супруг мечтает определенные периоды времени даже, когда просто отдохнуть, опереться на жену. Ну не повиснуть, а именно опереться. Поэтому жена должна олицетворять некую основательность. Вот я не почувствовала, Наташа, основательность, то, что будет от лучших жизней, к ещё лучше, пока молодости, ещё и ещё. Наталья девушка неплохая. Конечно, она и нарядилась так, красные босоножки, платье в облипочку, волосы накрутила, просто миледи. Но она хотела произвести впечатление. Ничего такого страшного она не сказала. А если здесь в Москве не работать, не колбаситься, не строить карьеру, так она будет ходить вон по метро, люди добрые, поможите. Ничего страшного. Мне Наталья очень понравилась. Я считаю, что по сравнению со своим гороскопом, со своей естественной лёгкостью, она сегодня в программе, пытаясь вам понравиться, сделала существенный шаг. На самом деле девушка работает над собой. Она в жизни такая же, какой предстала. Она не злобливый, не обидчивый человек, действительно очень лёгкий по натуре своей. Она, я думаю, в тех отношениях не очень умела проявлять свою чувствительность по отношению к нему, свои эмоции, может быть, больше женской мягкости. Но это нарабатывается с годами. Это у некоторых женщин появляется с возрастом, особенно у женщин с такой сильной воздушной луной. Давай поженимся теперь в вашем обильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Оставайтесь с вами. В эфире «Давай поженимся». У нас в гостях Иван. Встречайте вторую невестку. Удачи. Мне кажется, эта девочка понравится сейчас. Но она милая такая. Домашняя. Здрасте, Кристиночка. Домино. С кем вы? Моя подруга Анастасия и Виктория. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Кристина. 23 года. По образованию юрист. Работает в рекламном агентстве. Увлекается спортом, любит вечерние пробежки, занимается танцами и читает романы. Предупреждает, что никогда не уедет из России и мечтает о большой и крепкой семье. Кристину постоянно что-то не устраивало в возлюбленном. Ее огорчали простые мелочи, и поэтому отношения не сложились. Надеется, что Иван будет внимательным и заботливым мужем. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще одна из рода придиркиных. Это не совсем были придирки. То есть, изначально я вам предупреждала, что-то мне не нравится. То есть, ну, не сразу я ему все не нравится, все плохо. Кристина, мне нравится, что вы не собираетесь никуда уезжать из России. Молодец. Уверена в этом? Да, уверена. А если влюбитесь, я его пошлют... Ну, я, по крайней мере, сделаю все, чтобы остаться в России, потому что я не хочу пережать. А если муж скажет, меня увольняют из компании, если я не уеду завтра на какие-нибудь разработки в Пупуа Новую Гвинею? Это на два года. После этого меня обещают повысить. Без этого у нас не будет хорошей жизни. Но два года я должна отторобанить там. Я помогу ему найти работу в Москве, вот, в ближайшем местности, поэтому, чтобы, ну, не уезжать. А как вам кажется, мужчинам нравится, когда женщины руководят ими, и когда они им помогают в карьере, и когда женщина знает, где лучше и как лучше? Что это значит? Я помогу ему найти работу? Нет, ну, я его поддержу. Ну, вот в Гвинею, наверное, бы точно не поехала. Вот в Сибирь, кстати, она поехала, потому что это Россия. Что вас не устраивало в вашем молодом человеке? Он любил посиделки дома, то есть его очень сложно было куда-то погулять, пригласить. Вы москвичка? Подмосковье, ближайшая. А где любите гулять? Я предпочитаю гулять в парке, посещать фильмы, кинотеатры, театры. В зоопарк можно сходить прогуляться. Ну, то есть клубы я не посещаю. А вы его там не подгруживали? Вот вы однажды обиделись, когда попросили сделать, помочь сделать ремонт маме, а он сказал, я не умею. Нет, он сказал не то, что я не умею, он был просто во всем, что вы не попросили, он во всем был не уверен. То есть просто говорю, вынеси хотя бы мусор вот с обоями, которые, ну, сняли. То есть куда вынести, где мусор. Нужно было сказать ему, вот возьмем ведро, спустишься на первый этаж, направо завернешь, вот там стоит мусор. Это нужно просто выбрать. Но ведро не выбрасывай, ведро верни. Вот именно все так и происходило. И вы посмотрели, посмотрели, подумали, ой, а если я выйду с него замуж, что я буду все решать, что сама все решения за мной, куда пойти, что сделать, когда ремонт, что купить. Но меня это не совсем устраивает. То есть она не хочет ничего там решать самой, она хочет чувствовать за мужчиной, как за каменной стеной. Ну, это хорошее желание. Если она хочет решать все сама, зачем ей наш жених? Иван нравится? Да, Иван нравится. Ну, мне, в принципе, такой подход тоже нравится. Я считаю, что мужчина обязан уметь сделать что-то своими руками. И это... А он обязан это почему? То есть сэкономит бюджет? Или у него некий... У нас был один жених, который тоже рассказывал свою историю, и говорит, а я расстался с девушкой. Говорит, надоело, потому что каждый раз под предлогом поехали на дачу, он говорит, на даче оказывались родители. Он говорит, если летом, то у них начиналась какая-то стройка. Я должен был с ее папой таскать кирпичи и так далее. Он говорит, а у меня выходные. Если это было осенью, то помогать маме закатывать огурцы. Он говорит, мне тоже это не нравится. Он говорит, и я с ней расстался, потому что она меня все время грузила. Это не обязательная нагрузка, но есть обязательные дела. Например, если вы делаете совместный ремонт, как женщина обязана уметь готовить для мужчины, так и он в моменты обязательных каких-то семейных ситуаций. Во-первых, он не делал ей предложения, он не был вхож, как жених. Почему-то же он после любил приходить что-нибудь покушать, например, вкусненько. Я его тоже не просила. Не звали бы, не приглашали бы, не обращали, не накрывали бы. Ну хорошо, он был у вас единственный, да? Ну, такие долгие, серьезные отношения, да. А сколько было? Встречались? Да, встречались. Практически год. Почти год. Расстались без сожаления, да? Да. А теперь от новых отношений хотите чего? Чтобы вниманием не уделялось, то есть, чтобы... А сколько внимания в день? В день? И как? А как в комик, в Валенте? В смс-к, в звонках. Ну, я не знаю. А как вам надо-то? Мне мера достаточно, чтобы с утра, например, была смс-ка, да, если мы не рядом. Доброе утро. Ну, доброе утро, хорошего дня. Можно позвонить также, если смс-ки, потому что некоторые любят парня. Да, да, каждый день, конечно. А вечером смс-ка спокойной ночи, дорогая. Позвонить можно. Чмоки-чмоки. Без чмоки-чмоки. Ну, а как же иначе любовь? Я, например, при тем, как уйти наружу, по 4 часа по телефону разговаривала с Сережей на ночь. Каждый день, да? Ну, практически каждый. У меня родители, я думала, сойдут с ума. Хочешь, чтобы тебе звонили и писали? Да, мне это будет приятно, но я не буду требовать этого. Это должно идти от человека, должно быть искренне. А вы, в свою очередь, что, Ивана, готовы поддерживать его в спорте его? А как вы будете... Вот я посмотрела, чем он занимается. Он штанги поднимает. Да, знаю, да. И вы, значит, что, будете эту блинчик держать, что ли? Или что, будете решать не скрывать ему мозг, когда он пойдет на очередную тренировку, да? Конечно, я его буду поддерживать, потому что довольно интересно. Что-то умеет, да? Что готовить? А что Иван мир любит? Что готовить ему, например, спортом, диетой, все время перед соревнованиями ограничено. Сладкое ему готовить не буду, потому что вредное буду готовить. Ему рис, это полезно. Овощи, фрукты. Нет, вы должны будете ему... Мясо. Мясо. Мясо, конечно, да. А многие мужчины любят сладкое, между прочим. Есть. Может быть, он тоже любит и скрывает, говорит, что он мясо предпочитает. А сам пирожки там где-нибудь под подушкой вплетает каждую ночь. Вот если вы живете вместе, бюджет какой? Совместный раздельный? Совместный. Значит, он, его деньги? Совместный бюджет, но я считаю, что... А ваши деньги? Совместный бюджет. Наши деньги-то наши деньги, общие деньги, общий котел. Вы работаете в мужском коллективе, в женском? Ну, у меня больше мужской коллектив. Вот видите, я вам о чем говорила. В основном работают мужчины. Они женаты, то есть взрослые люди, никак друг друга не смотрим, в плане только как профессионального. А вы когда готовы замуж выйти? Ну, через год, через два. То есть два года? Да, еще. А вы? Через два, вот только 25 будет. Год, два. Уже целых 25 будет, я не сказал. Зависк от обсуждения. То есть вы готовы, да, там даже и через год жениться? Я не против любого развития событий, если... Ну, вы-то готовы, я имею в виду. Да, да. Смотри, реальной точки зрения, дом построили, куда жену приведете, вдруг там уже не ранее, сейчас родит она, значит, есть куда и ребеночка, во что ребеночка положить. Конечно. Вы готовы, как мужчина, и с финансовой стороны. Ребят, пообщайтесь, потому что мне, например, кажется, Христина, что у вас такой характер, это вы такая вредина конфетина, все должно быть по-вашему, да, вы не всегда соглашаетесь, вы такая знайкина. Нет, я, может быть, не уступчивая. Не знайкина, но я... Нет, вы, конечно, в чем-то правы, но все же, может быть, отголосок прошлого, потому что все время, как бы, вот, я скажу, так и будет, не хочу, значит, не хочу. И это не значит, что это правильно, самое, что интересно. Потому что если... В случае с Иваном должно быть все по его. Я согласна с Ларисой. Мне кажется, что у нее свои приоритеты превыше всего. Ну, она такая хитренькая. Вначале показалась очень милая, а далее... Видно, девушка хитрая. Если, например, что-то Иван схож на с интересами, схожие увлечения, цели, если это все, как бы, доступно, он мне может объяснить, потому что я же тоже гибкий человек, я же могу, а он нет. Нет? Нет. А вы что, не видите? Ну, он давным-давно все решил, он все знает, он расписал себе всю свою жизнь, он ее видит. Вам придется подстраиваться. Есть у вас эти качества? Вы гибкая? Я считаю, что да, я могу быть гибкой. Спасибо. Покажите сюрприз. Иван, я знаю, что ты занимаешься... собираешь автомобили. Вот, хотела бы тебе подарить руль для твоего нового автомобиля. Спасибо. Спасибо, девчонки. Берите свою подругу и отправляйтесь в комнату. И что скажете? Неплохая девушка и подарок такой оригинальный. А вот, кстати, значит, подарка. А у вас есть машина-то? Конечно. А руль нужен там, как запасная часть? Ну, сомневаюсь, что подойдет. В этом дом будет накулся виии-и-и рулить. Правильно? Мужчина должен делать работу по дому. Как вам девушка? Интересная девушка. Такая секси, да? Да, вполне. Единственное, не уточнили, к каким мелочам придирчиво. Но, я думаю, в процессе... Не так сидишь, не так свистишь, не туда штангу к вам. Как вам? Мне, в принципе, тоже девушка понравилась. Понравилось то, что она занимается спортом, бегает. Мне кажется, для Ивана это тоже является одной из важных черт. А вам как, Иван? Хорошая девушка. Симпатизирует. Может ярко рассказать о себе. Ну, вот она такая типичная Прасковья из Подмосковья, которая не даст себя в обиду, которая все понимает и действительно ценит. Сколько-то так. Они с мамой там вкалывают, а он пришел, все сожрал и не может мусор вынести. Все правильно, все правильно рассуждает. В жизни это как раз пригодится. Как тебе? Понравилось? Ну, понравилось-то, понравилось. Согласна с тобой. Я говорю, ну, мужчин должен старше быть, потому что запилит. Сама говоришь, пилорама. Ну, нет, совершенно не пилорама. Все зависит от мужчины, который рядом. Вот она будет ему там выстраивать, а он еще молодой пацан. Тот случай, когда девушка, на мой взгляд, очень и очень зрелая. У нее, гороскопически, есть риски попасть в отношения с мужчинами странными, вялыми, несоциализированными, незарабатывающими или пьющими, к сожалению. Я очень рада, что она сейчас с этих рисков пытается с помощью разума как-то избегнуть. Абсолютно правильно. Она не требовала ничего от своего молодого человека, студента, она не требовала от него зарабатывать или денег, подарков, но поднять свое тело, вынести его с кухни и сделать что-то по дому, я считаю, что в 20 лет мужчина уже способен, если он мужчина. Ну, а иначе тогда зачем с ним вообще встречаться в отношениях? Мне правда, она очень понравилась. Настоящая земная практичность. Василиса за тебя. Да. Это точно. Впереди у нас третья невеста и, возможно, выбор своей судьбы не пропустите. Если вы хотите выйти замуж с помощью свекрови и сыграть свадьбу, принимайте участие в новом проекте Первого канала, заполняйте анкету на сайте 1tv.ru и становитесь участником захватывающего реалити-шоу. Если ваш сын одинок и вы считаете, что можете ему помочь с выбором будущей жены, принимайте участие в кастинге нового реалити-шоу и заполняйте анкету на сайте 1tv.ru. Вы смотрите «Давай поженимся» и я предлагаю Ивана встретиться с третьей невестой. Проходите. Здравствуйте, Элла. С кем вы? Здравствуйте. Со мной пришли две мои подруги Юлия и Юлия. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Элла, 23 года. По образованию филолог. Работает хостес в ресторане и моделью. Окончила музыкальную и художественную школу. Заняла второе место в конкурсе «Краса Новороссийская» и вошла в топ-15 на конкурсе «Краса России». Теперь мечтает выиграть этот конкурс. Отец Эллы был очень строгих правил. Поэтому до сих пор она не имела никакого опыта общения с мужчинами. Надеется, что Ивану можно доверить свои первые чувства. 23 года такая красавица. Не было отношений с мужчиной. Может, и не стоит тогда начинать? Я считаю, что уже поздно. Да ладно. А что же мне делать? Не-не-не, нормалек. Ну как-то мне не очень веришь. Нет, на самом деле так. Так случилось, что до 23 лет не было у меня серьезных отношений. Они серьезные? Конечно, я влюблялась. Я ходила на свидания. Но ничего более не происходило. У меня был очень строгий отец. Но отец до скольки лет он у вас строгий был? Ну вот 5 лет, как его нет, 19 было. Я считала, что в 19 лет это уже как бы поздно для того, чтобы... Влюбляться никогда не поздно. Вы хотите сказать, что вы девственница, и у вас... Как бы странно не показалось, но это так, внешность обманчива. Вот. В школе я училась, в принципе. Папа строгий, который говорил, что будет отстреливать с ружьем моих всех. Ну, в школе правильно. Папа так должен говорить, когда учится дочка в школе. Но когда закончила, это же уже трагедия, если девочке там 24 года почти, а у нее не было опыта никакого. Ну, просто никто не занимался. Вот сейчас и займемся. Правильно. Ничего. Муж все покажет, расскажет. Вы когда замуж вот собираетесь? Я хоть час. Я... Да, правильно. Вот. Хоть час. А вы, Вань, готовы? Нам прям сейчас надо. Это ж мозг уже сносит. Ну, нужно же узнать поближе друг друга, пообщаться. Это понятно. Да нет, что вы. Это только в страшном сне я вижу Ивана рядом с Эльвирой. Он же лопнет от ревности. Ты же садитесь с ума, вы испортите Эльвире жизнь. Потому что даже если она будет в женском коллективе работать, вы все равно, вы себя изведете. А вам надо до свадьбы там проверить на совместимости сексуального плана? Ну, в принципе, согласно современным условиям, то я думаю... Нет, для вас. Для вас. Ну, конечно, у нас Майка после свадьбы. Он с третьей девушкой расстался, потому что охладил к ней в этом смысле слова. Естественно, теперь он будет, наверное, попробовать. Вы москвичка? Ну, как суть сейчас? Заканулы сейчас. Надо... Ивана сейчас. Что Иван, его зовут и все. Это недостаточно, мне кажется. Он что-то ничего не говорит, не рассказывает. Эльвирочка, как вообще будете дальше? А что вы мечтаете? Ну, я мечтаю... Краса, это все равно краса России, там, Севастополь. Это же до какого-то определенного... Это все временно, я с вами согласна. Но вы филолог профессиональный. Филолог. А на каком поле вы можете реализовываться? Преподавать детям? Или в области языка знания как-то углубляться? Ну, у меня был опыт, я преподавала детям на дому английский язык. Вот. Ну, это было недолго, во время учебы в университете. Вот. Я закончила университет в том году, у меня красный диплом филолога. Хорошо. В какую сторону хотите развиваться? Чего хочется? Ой, не знаю, чего хочется. Ну, хочется, наверное, уже все-таки стабильную работу, именно связанную с моим образованием. А если мужчина предложит сидеть дома и воспитывать, рожать детей? Ну, вот я думаю, что он должен все-таки со мной считаться тоже. Конечно, не соглашайтесь никогда, потому что через какое-то время появится такая же молодая Эльвира, как вы сейчас, а вы уже потеряете навыки, вы уже потеряете форму, и куда вы пойдете с детьми. Поэтому я всем дичонкам говорю, не соглашайтесь на такие условия, не соглашайтесь. Сейчас в другое время. Покажите сюрприз. Стабильную работу она хочет, это самое главное у нее. Для нее карьера. Но замуж она готова хоть сейчас. Да. Потому что не вяжется у нее. Разное. И у нее... Я хочу посвятить вам песню. Спасибо, Эльвирочка. Проходите в комнату. Супер, молодец. Вообще, супер, хорошо сделала. Александр и Константин, что вы скажете? Хорошая девушка. Ее хобби и работа, я думаю, то, что не идет ей в плюс, потому что постоянно на публике находится в модельном бизнесе. Я думаю, то, что Иван будет ее ревновать. Роза, как тебе? Не, ну, ну, ты что? Даже говорить нечего. Я же сказала, птица вообще не вашего. И к вам такие не залетают. И не залетят никогда. Либо копите деньги и становитесь успешным. Не для вас, Светет Иван. Видите, как меня оценили. Клубы в прошлом, она сказала. Хороша. Хорошая девушка. Симпатичная. Не надо никого пугать, что она, конечно, невинна, потому что ни одной минуты я в это не поверила. 24 года почти. Вспомнить страшно. А Василия, тебе тоже, по-моему, да? А мне вот не страшно. Все может быть. Я была целомудрена. Тоже мне. Эльвира девушка очень бойкая со своим восходящим Марсом. Очень активная, предприимчивая. Здесь она была мягкой, послушной, ласковой, ровно то, что вы хотели. Но поверьте мне, эта девушка сумеет за себя постоять, если ей нужно. И это тот случай, когда если вот все тот же самый, очень интимный вопрос поднимать, скорее всего, она могла отбиться от большого количества поклонников, потому что не видела достойную. Значит, ей так было нужно на текущий момент времени. А вот любовь, эмоции для нее уже, ну не то чтобы вторична, она умеет ими управлять. Очень разумная, достаточно сильная, как женщина. Но внешне, по своей пластике, это был абсолютно ваш типаж. Она идеально сыграла. Я считаю, что можно ее рассмотреть хотя бы за это. Но умолчивает. Сейчас барабанная дружка. Конечно, он не скажет. Я думаю, сегодня есть из кого выбрать. Как вам кажется, кто составит пару Ивана? Я думаю, Ивану предстоит тяжелый выбор. Конечно. Но я бы ему посоветовал выбрать Наталью. Если не зайдет, я не расстроюсь, потому что если он здесь встретит девушку своей мечты, то я только буду рада за него и за нее. Мне тоже кажется, что выбор достаточно сложный. Но вот так кажется, что наиболее, конечно, ему подходит Кристина. Понравился тебе Кристина? Да, понравился. А если он сюда войдет, что ты видишь? Думаю, да, выйду. Интересный. Как вам, девушки? Все девушки замечательные, интересные. И правда, есть из чего выбирать, есть над чем подумать. Выбор предстоит, как сказал Александр Нелёйович, мягкий, но я думаю, что я его сделал. Мне понравилась Кристина, вторая. И мне все девочки понравились, но мне кажется, со второй, с Кристиной, она тоже такая земная. Мне кажется, поймет вас и сможет под вас построиться. Земная, да, потому что не в модельном бизнесе, как все. Ну, по крайней мере, больше не знают, чего хотят просто. Ну, если вы не планируете жениться на следующий год, в момент знакомства, то, конечно, Наталья. Она готова подождать, все-таки не местная. А если быстро жениться, то Кристина. Она не позволит высиживать вас или выгуливать себя. Василиса? Наверное, проще и понятнее вам с гороскопической точки зрения Кристина, да и с жизненной тоже. Но Наталья это женщина, которая вас способна как мужчину оценить по достоинству, хотя она внешне и по моторике не совсем ваш типаж. Поэтому я не могу уверенно рекомендовать одну из них. Выбирайте, что хотите. С Кристиной отношения будут, наверное, проще, понятнее. Наталья способна, ну, как-то правильно вас оценить. Может быть, не сразу, может быть, на долгой дистанции, но тем не менее. Если выбрали, проходите к ней, она вас ждет. Мы вас в любом случае поддержим. Спасибо. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4151. Леонид, 38 лет, номер 2822. Живет в Голландии, тренер международного класса по фитнесу, дает уроки танцев, гордится тем, что попав в чужую страну добился известности, мечтает встретить стройную девушку, которая любит танцы и согласится переехать к нему в Голландию. Инна, 33 года, номер 2833. Совладелец транспортной экспедиционной компании, любит путешествовать и рисовать, гордится тем, что построила дом своими руками. Мечтает встретить порядочного мужчину, близкого по духу, который полюбит ее и ее сына. Мы не знаем, выйдет Иван Один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить и давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Строить семейное хозяйство. У нас есть пара Ивана Кристина. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте со мной с именем героя на номер 4151. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожалуйста. Удачи. Я хочу быть твоим горошком, с ручком, а ты будь моим горошком. Я жесткая тоже, вот в плане там. Я с любым так вот, ну, быстро так сразу же так вот не побегу. Но мне я вынужден был изменить, потому что нужно было заниматься медитацией. То есть она говорит, секс хочу, а вы, говорит, не могу. Она вам, раз, впитает. Говорит, а я сказала, давай. Вы детей хотите? Я вспомнил фильм Эльдара Александровича Резанова «Привет, дуралей».